МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году открылась Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. В экспозиции представлено произведение современных итальянских художников. Этот проект Ассоциации искусства Интернационали Дель Арте из города Спалетто направлен на развитие культурного диалога между Италией и Россией. Донателло Томассонни, Джина Пигалотти, Саура Монтесси, Анна Рита Рассетти. Эти имена российскому зрителю, скорее всего, не знакомы. И в этом нет ничего удивительного. Посмотреть работы ныне живущих итальянских мастеров можно разве что в интернете. Выставка, которая открылась в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова, как раз и призвана познакомить наших соотечественников с современным изобразительным искусством Италии. Экспозицию подготовила и представила Волгоградскому зрителю Ассоциация искусства Интернационали Дель Арте из города Спалетто. Мы старались выбрать картины более яркие, насыщенные, которые отражают сегодняшнюю Италию, сегодняшний взгляд на искусство. И то, как видит сегодняшний художник, как воспринимает мир, его чувства, его переживания, его видения. В экспозиции представлено 82 произведения 48 художников со всех уголков Италии. Можистство работ модернистского направления. Четко прослеживается поиск новых форм через смешение жанров, стилей, техник. От традиционных масла и холста до цифровых технологий. Идея проведения подобной выставки возникла несколько лет назад, когда волгоградские художники и сотрудники музея были в Италии на международном пленэре. И теперь эта задумка не только осуществилась, но и вылилась в более масштабный проект – международный фестиваль «Итальянский сентябрь в музее». Мы решили в музее провести не только выставку итальянских современных художников, а сделать кусочек маленькой Италии. Потому что Италия – это родина многих знаменитых художников, кинекатографистов, писателей. То есть знаменитые люди раздаются. Великая земля, великая культура, великое искусство. В программу фестиваля вошли разнообразные мероприятия. Показы итальянских художественных фильмов, мастер-классы для детей по изготовлению куклы Пиноккио, лекции по искусству и архитектуре Италии, концерты итальянской музыки и многое другое. Большой частью фестиваля стал фотоконкурс «Я люблю Италию». Фоторабота волгоградцев, побывавших в этой стране, можно увидеть в отдельной экспозиции. Мы работаем в ансамбле, и зимой ездили туда на гастроли. Но есть некоторые картины, которые прям вот воспоминания и атмосферу удалось поймать. Очень приятная атмосфера, душевные люди, очень красивая работа. Нам все действительно очень нравится. Впечатление положительное, атмосфера замечательная. В принципе, мы тут вот картины посмотрели, фотографии. Впечатляет некоторые особенности сюжета. Достаточно уютно здесь и хорошо. Мне понравилось. Мы планируем еще за один день. В планах Ассоциации искусства показы работ российских мастеров в Италии. В ноябре этого года в Спаллете пройдет первый фестиваль российской культуры и искусств. Организаторы приглашают принять в нем участие и волгоградских художников. Итальянцам очень интересно посмотреть, непосредственно познакомиться с российским искусством, потому что они тоже считают, что посмотреть на школы России – это шедевр. Ну и потому что здесь, в России, больше придерживаются правил, больше придерживаются традиции школ, где художники учились, и поэтому, конечно, это очень ценно. По задумке организаторов, фестиваль должен стать праздником, дуновением счастья, легким завершением лета. Так что в календаре Музея изобразительных искусств еще неделю будет итальянский сентябрь. Сегодня у волгоградцев есть возможность получить наиболее полное представление и о современном изобразительном искусстве нашего региона. В выставочном зале на Краснознаменской состоялся вернисаж, посвященный Дню рождения города. Экспозиция объединила творческие работы художников Волгограда, Рудни и Волжского. Мастера разных возрастов, работающие в различных техниках, видах и жанрах изобразительного искусства, представили на суд волгоградских зрителей 170 работ, объединенных одной темой – признанием в любви родному городу. Тематику выдержали художники. Практически 80% представленных композиций посвящено Волгограду, природе, людям города, современному городу и, что очень важно, его историческому прошлому. Отличительной чертой выставки является участие в ней не только профессиональных художников, но и художников-любителей. Один из них – Евгений Власов, в прошлом военнослужащий, подполковник в отставке. После ухода на пенсию, не на шутку, увлекся живописью и начал активно заниматься в студиях. И вот сегодня демонстрируют две свои картины. Одна посвящена Крыму, другая – Волгограду. Картина, где я работал, это я создал не буквально, не фотографически, а образ Волгограда, белого города. Прекрасного белого города на фоне голубого неба, на фоне прекрасной синей Волги. Этот цвет, цвет юга России. Даже песок, он радует глаз. И летящие лебеди. В экспозиции можно увидеть портреты, пейзажи, натюрморты, графические работы, тематические и исторические полотна. Так художник Михаил Чалов переносит зрителей на улочки Царицына XIX века. Картина мастера – своеобразная историческая реконструкция. Очень приятно. В этом году достаточно хорошо представлены скульптуры. Хотя скульптур в нас в городе очень мало. Это такой, в общем-то, штучный, в общем-то, штучные работы. Поэтому они каждый раз вызывают особый интерес. Не часто появляются в экспозициях. Необычная рубленная маска древнего война, украшенная камнями. Свежая работа Сергея Щербакова. 40-килограммовая отлитая из бронзы скульптура продолжает авторский цикл «Странные войны». Это некий такой артефакт, который подняли из лона земли. И он вот такой, весь тронутый временем, представлен на выставке. То есть, ну, какое-то такое представление о древности, такой навеянной древностью. Помимо основной экспозиции, в выставочном зале представлены и пленерные работы учеников детской художественной школы номер один имени Федорова. Натурные зарисовки, акварели и гуаши выполнены ребятами на улицах и в парках Волгограда. Я очень рад, что здесь, наряду с нашими мэтрами художественного ремесла, в том числе и работы ребят нашей школы. У нас очень востребованы как раз детские художественные школы. Дети очень хотят заниматься живописью. И у нас великолепные преподаватели, которым полностью себя отдают, заслуженные люди. Полюбоваться любимым городом, его природой, архитектурой, запечатленными в произведениях волгоградских художников, можно будет до 20 сентября.